Начнем сразу с главного, с книги. У нас есть методика, которая описана как поставщикам и партнерам продвигать себя в качестве надежного подрядчика. И в том числе как быть комплектатором, что такое комплектация на дизайн проекте и как дизайнеру быть комплектатором, либо как устроиться на такую работу. И вот у нас есть одно из заданий, таких достаточно интересных проверочных заданий, в котором мы в том числе предлагаем дизайнерам, кто освоил эту технологию, помочь нам для заполнения карточек надежных поставщиков, потому что мы собираем базу именно надежной компании. А надежные они когда, не когда сами заявляют, что они молодцы, а когда действительно по факту объясняют и показывают это на готовых примерах. Так как компаниям достаточно тяжело и проблематично это делать самостоятельно, у нас есть опция такая, что есть студенты, либо читатели нашей книги, которые по механикам, по методикам, описанным в этой книге, могут помочь компаниям упаковать себя, рассказать о себе, и тем самым компании попадают в базу данных, получают рекламу и охват, наши читатели получают опыт реализации данного проекта, то есть делают упаковку, я даю комментарии и рекомендации первым участникам, и дальше уже это можно поставить на поток, а в том числе помогать другим компаниям зарабатывать, вернее не зарабатывать, а быть в глазах дизайнеров качественными компаниями, а тем, кто упаковывает, то есть читателям помогать зарабатывать на этом, то есть брать компании, описывать их, присылать мне, я помещаю компанию в базу надежных поставщиков, с которой можно ознакомиться всем дизайнерам, мы таким образом копим базу, она у нас набирается не из рекламных материалов, а из материалов, которые нужны для дизайнеров. Все довольны, потому что дизайнеры выбирают надежных поставщиков, надежные поставщики попадают в базу, а люди, которые помогают описывать, они почитали книгу и зарабатывают на этом деньги. В целом за день, за два дня можно сделать описание, такое описание стоит от 5 до 15 тысяч, тут уж как договориться, в принципе. Ну что, давайте посмотрим, как получилось, в данном случае это одна из наших студентов, кто проходит у нас курс обучения, читает книгу, читатели присылают нам на разбор, и я сейчас не видя еще то, что было, как будто знакомлюсь с компанией Бриола, которую она описала и из которой получилось. Давайте посмотрим. Первое, на что я обращаю внимание, естественно, это самое важное, не делать за один проход. То есть одна из самых частых ошибок, можно сказать, что это основная ошибка, когда одновременно пытаются сделать и тему с описанием смыслов, и одновременно дизайнерскую историю. Это всегда не получается. Почему? Потому что сначала мы должны понять и написать конкретную информацию, как правило, это сделается по шаблону, который представлен в книге, там 20 пунктов, я их зачитывал в предыдущих видео, название компании, уникальность, принцип ценообразования, ну и так далее, там 20 пунктов всего. И потом уже по каждому из этих пунктов посмотреть, что он будет не абстрактный, а конкретный для этой компании, потому что каждый может сказать, что мы оказываем уникальные услуги, а вот что такое уникальные услуги, нужно объяснить. И вот что эта компания должна будет показать картиночкой, что такое в ее понимании уникальные услуги, либо написать текстом. Если мы одновременно за один проход делаем и графику, и работу с текстом, то у нас, как правило, не получается ни первое, ни второе. Вот здесь есть подозрение на такой случай, сейчас мы это посмотрим. И есть подозрение, что вот еще у нас идет колоночная верстка, то есть как будто я смотрю сейчас это на обложку журнала. Ну вот давайте все вместе посмотрим, это же не только я один смотрю, смотрите в том числе и вы сейчас, наши зрители. И что у нас говорит? Кажется, что как будто верстка газеты. И я не понимаю, что тут главное, что второстепенно, и зачем мне это читать. То есть мне для того, чтобы прочитать и стратить время на эту информацию, мне должно быть интересно. Что я вижу? Бриола, окей, мне это название ничего не говорит, но как бы окей, есть и есть, наверное, это название, ну, собственно, компании. Зеркала, багет, стеклянные изделия. Окей, интересно, понимаю, что тут что-то о стекле. Но лучше еще сделать дополнительно. Вы что делаете? Вы продаете, вы изготавливаете, вы доставляете. Может быть, вы представители итальянских компаний, может быть, еще что-то. Я не понимаю, лучше здесь подписать. То есть зеркала, багет, стеклянные изделия на заказ. Дальше я вижу производство, и только по этому картинке я могу догадаться, что, наверное, у вас стеклянная именно компания, которая производит. Опять же, я не понимаю, вы стекло производите? Может, вы завод по производству стекла? Либо у вас компания, которая берет готовые изделия и уже пакует. Видите, я должен это считать моментально. Как можно быстрее, если я это считаю, то, соответственно, мне понравится эта работа, эта часть, и мне будет интересно считать дальше. Здесь пока меня привлекает только картинка. Картинка хорошая. То, что много всего разных форматов, у меня глаз немножко не понимает, куда смотреть. Сюда смотреть, сюда, сюда, сюда. То есть очень много всего. Поэтому не увлекайтесь. Кто еще будет присылать на разбор, обязательно посмотрите этот разбор. Здесь я рекомендую просто сначала заполнить 20 пунктов, а вторым проходом уже оформить. В том числе работа, если вы будете выполнять работу в качестве подрядчика, в качестве комплектатора, будете брать интервью у компании-производителя, то ни в коем случае не разрешайте давать им вот в таком формате. И сами не делайте. Делайте именно по пункту. Присылайте мне, я утверждаю, и дальше уже оформляйте вместе с дизайном, так как это должно быть. То есть это первый, самый важный момент. На нем я специально заострил внимание для будущих людей, кто будет присылать мне на разбор. Так, у нас работаем. Ну, зачем мне читать о вас? Как бы я вообще еще не понял, нужно ли мне о вас или нет. Мне нужно не о вас, а о продукте. Мне нужно о зеркалах, багетах и всего остального. Досконально знаем все этапы, нюансы производства зеркал. Как вы знаете их досконально? Непонятно. Что такое досконально, что такое недосконально? Опять же, это заявление, которое никак не проверить. А может ли кто-то еще знать досконально? Наверное, да. Любая компания может сказать, что мы досконально знаем. Но досконально – это непонятное слово. Нужно как-то проиллюстрируть это. Но сейчас об этом даже не будем. Менджер проект напрямую связан с технологом. И что это мне дает? Вы рассказали свойства и что это значит в эксплуатационном и практическом плане для меня. Зачем мне знать вашу внутреннюю кухню? Зачем мне знать продукт ваш, что он напрямую связан? Непонятно. Для меня то, что сейчас я вижу здесь, это пустая информация. Мне не нужно о вас, мне нужно о багетах, мне вот эта картинка плюс отличная. И здесь должна быть подпись, что мы на своем производстве монтируем стекло для чего-то. Вот производим такое-то стекло. Этого будет достаточно. Вот это не надо, вот это не надо. Вот эту картинку можно спокойно разместить на центральную часть и будет окей. Дальше вот это естественно, то что я показываю ниже, это даже не читается. То есть это уже должно быть где-то ниже. Это как подтверждение вашей компетенции, но не как основная мысль в самом начале. Что вы здесь хотели сказать? Давайте попытаемся поэкспериментировать и подогадываться. Работаем с 2010 года. И это значит, что вы мало работаете, много работаете, это потомственная какая-то компания, либо вы новички, может быть в вашем мире с 2010 года это много или мало, я не понимаю. Досконально знаем все этапы, то что мы уже обсудили. И что? Процесс производства можно посмотреть. Лучше ниже просто его показать. Там есть специальный пункт описания компании, где вы не пишете, что вы знаете, а прям показываете, как правильно сделать стекло, чтобы оно не треснуло, например. Менеджер проекта напрямую связан с технологом. Тоже сначала непонятно для меня формулировка, но вы можете ее переоформить как, что... А что, кстати, это дает? Что значит, что менеджер напрямую связан с технологом? Я вот даже и представить, кстати, не могу и додумать. И чего? Вот я даже задумался, что я из этого возьму. То есть я могу как-то начать догадываться, но, наверное, это не нужно. Наши постоянные партнеры. И что это партнеры? Они ценятся, котируются. Это хорошие партнеры или плохие? Я ничего не знаю об этих партнерах, например, или что я не должен знать. Я рекомендую каждого партнера, но это опять же в дальнейшем, каким-то образом характеризовать. Ростов-Арена, кинотеатр-Синема, то есть самая крупная арена в Ростове, да, или где-то там, в каком-то крае. Кинотеатр-Синема и Emotion-Горизонт. Что за кинотеатр, что за Горизонт? Ну, я такого не знаю, например. Непонятно, да, насколько я должен знать этих людей. Вот я мейлеру знаю, крупная компания какая-то. Ну, в общем, и что? То есть они рекомендуют, они советуют, тоже непонятно. Просто так перечислять не нужно, потому что, ну, это лично. Преимущества идут почему-то тут, опять же, непонятно. В общем, вы сейчас идете по своему алгоритму. Первая и самая главная ошибка – не нарушайте алгоритм. Есть порядок в книге 1, 2, 3, 4, 5, там 20 пунктов. Если вы не будете нарушать порядок в книге 20 пунктов, вот он здесь есть, как описывать компанию, как составить карточку компании. Вот у вас тогда будет все хорошо. Вот она, уникальность. Название, краткое описание услуги, все есть. Вот книга у вас есть, в курсе это тоже есть. Уникальность, портфолио с фотографиями, принцип ценообразования, контакты для связи, что можно указать дополнительно, услуги дополнительные, собственные разработки, уголок тщеславия, статистики, организационность команды, как работает, офис, либо производство, процесс работы, то, что вот вы хотели показать, тонкости работы, контроль качества, как происходит, гарантия, миссии, философия, позиции, принципы, ограничения, условия работы с дизайнером и скидки. Больше у вас ничего дизайнер не спрашивает. Вся лишняя информация на данный момент не нужна. Я ее читать не буду, она мне неинтересна. Мне нужна информация в той последовательности, которую я попросил и в которой я хочу увидеть, потому что именно так я принимаю решение о том, надежная компания или ненадежная. Если вы мне хотите показать что-то, что вы хотите показать, то вы так не продадите идею. Вот и все. Собственное производство зеркал и стеклянных изделий по направлениям. Гримерные зеркала и столики, настенные зеркала, зеркала с подсветкой. Отлично. Кстати, перечисление я бы здесь сделал прям, ну прям показал бы картинками. То есть производим то-то, то-то. Прям в картиночках маленьких, либо еще лучше. Если у вас есть такая возможность, я не знаю есть или нет, показать прям картинку одну большую, в которой будет на одной картинке, да, показаны все типы зеркал, какие бывают. И подписи к ним. То есть такой как бы парадик, да, парад, в котором находятся все зеркала. И подписи, типа, что они значат. То есть примерно такая же картина, такого же формата, только со всем каталогом. Свой каталог на 2000 позиций. Ну тоже, да. И что это значит, что у вас есть свой каталог? Мне-то что с того? Хочется задать вопрос. Изготовление индивидуальных. А нужно как? Нужно по этому каталогу, вы сможете выбрать, там он удобно сформирован, и по этому каталогу вы сможете выбрать там стекло для своего проекта. То есть они отформированы удачно по направлениям, по типам, по размерам, по материалам изготовления, по дальности доставки, да, по срокам изготовления и так далее. Изготовление индивидуальных позиций по дизайн-проекту. Ну как бы, окей. Производственные возможности позволяют изготовить зеркало любого размера. Ну то есть вот это все то же самое лишнее, просто можно сказать, размер может быть любой. Ну любой это какой. А километр на километр изготовите? Вряд ли. То есть вы знаете о размерах только то, что вы знаете, а я могу не знать. То есть какой нормальный, какой ненормальный размер. То есть как будто я должен знать. Не получится так. Используем зеркальное полотно. Мирекс. Такое-то, такое-то. И типа чего я должен знать. В 10 раз более устойчивую коррозию и 3 раза царапин. Чем что? Чем обычное стекло? Либо чем кто что? То есть кто больше у нас? Чем здесь отличается это стекло и от чего оно отличается? Тоже непонятно. И тут тоже лучше показывать, наверное, на его слизистой возможности. Отражение без искажений благодаря производству метода float с маркировкой точности. То есть тут идут какие-то уже внутренние детали, которые на данный момент мне вообще неинтересны, не нужны, пока я не знаю стоимости. А вот, кстати, тут классно. Зеркала. Вот с чего надо начинать. Зеркала гримерные. Отлично. С нами, без нас. Отлично. Светодиодные лампы. Колба, пластик не бьется. Вот. Это вот классная качественная упаковка продукта. Но это уже похоже на продукт. Здесь пока спрашивают о компании. Здесь не нужна детализация. Тут не спрашивают, чем ваши именно зеркала отличаются от других. Хотя бесспорно, очень классная здесь вот показана методика. То есть просто я боюсь, что можно углубиться. Но пока мы не углубляемся, пока нормально показано. Вот это классно, да? Сейчас тексты не читаю, просто смотрю сразу хорошо. Здесь идет мини-каталог. Окей, да. Мозаичные. Хорошо. Хорошо. Характеристики. Такие-то. В багете. Это типа основные продукты, да? Которые мы видим. Так, ну да. На этой части у нас заканчивается, получается, вся презентация. То есть основная у нас позиция здесь собрана уже в виде какого-то оформления. Этого делать не нужно. Первым проходом мы делаем только текст, отвечаем на вопросы и потом уже думаем, как по дизайну это собрано. Потому что сейчас здесь попытка одновременно создать и карточку компании на одной странице и дальше рассказать о продуктах. Эта попытка будет провальной, она никуда не приведет. Она сделана не по шаблону и с ней сложно работать. То есть мне здесь нужно пытаться анализировать и выискивать информацию, а не получать ее заранее подготовленной. Поэтому рекомендую все-таки поступить правильно и сначала сделать карточку компании в тексте, как сделано в книге, в материалах. Потом рекомендую сделать карточку продукта, а потом снайдить уже картиночками и оформить. Потому что описание продукта здесь уже хорошее. Здесь есть цена, есть стоимость, ну есть как бы основа для продукта. То есть как вот каталог продуктов это хорошо. Что касается общего оформления, то нет, это не пойдет. Здесь есть та информация, которая непонятно не нужна, но нет той информации, которая нужна и которую дизайнер принимает для тщательного анализа. Рекомендую обратиться еще раз к материалам. Здесь есть абсолютно все для того, чтобы самостоятельно сделать себе карточку, либо сделать эту карточку своему клиенту, если вы дизайнер, комплектатор и планируете это сделать. Как только сделаете, можете присылать мне, я сделаю на нее анализ, дам рекомендации, отошлю в базу надежных поставщиков и партнеров. Если вы поставщик и партнер и хотите показать себя 10 тысяч дизайнерам, то присылайте мне тоже информацию о себе. Можно заказать разбор у нас, либо заказать разбор у читателей нашей книги и прислать тоже ему мне. Я сделаю разбор и постараюсь его опубликовать. Это не так дорого, но очень полезно. Увидимся в следующих видео. Присылайте свои карточки, разборы. Кто хочет заказать индивидуально, присылайте. И я могу написать карточку так, как она должна выглядеть за вас и показать, почему она сделана именно так, а не иначе. Для этого мне потребуется провести интервью, небольшое исследование, сделать записи, поговорить с коммерческим директором, либо с собственником компании. И дальше мы это все напишем, порекламируем в среде дизайнеров и спросим их мнение. До новых встреч!